Играет музыка Играет музыка Дмитрий Скляров Одиннадцатый стартовый номер Просьба любить и жаловать Приветствовать зрителей громче и дружнее Еще громче нужно приветствовать Ироженца города Кирова Яков Карпман Восьмой стартовый номер Кировчане, знайте героев своих Яков Карпман Алексей Попов Четвертый стартовый номер Становится На стартовой прямой Александр Знайдюк Шестой стартовый номер Гордо зеленым Боком отсвечивает нам Евгений Смолин на Арктик К этим СТК факел Из нового Уренгоя И Вот он Герой Выбравший Внутреннюю дорожку На старте Евгений Мартиченко Девятьсот пятьдесят девятый Стартовый номер Кто станет рядом с ним? Кто выберет это место? Стартовать вместе с лидером? Наверное, Рязанцев Денис Посмотрим Сто восемьдесят восьмой Стартовый номер Не стал Лыжа в лыжу вставать С Мартиченко Но, возможно, для него Это Стратегия старта Чтобы одновременно Два снегоходчика Не вырывались вперед Так он решил Евгений Валерий Хоменко Пятый стартовый номер На внешней дорожке Ну и Совсем внешний радиус Достается В Ницесо Сатрисламову Седьмой стартовый номер Куда же тут Вписаться На старте Еще одному Арктиккету Сергей Романенко Осваивает Арктиккет Возможно, благодаря тому Что вот эти Спортсмены Первый, третий Рейтинговый номер Евгений Смолин И Сергей Романенко Выступают на других Снегоходах На Арктиккетах Так сказать, смена Техники Возможно, с этим И связана Результативность Первого и третьего Снегохода Россия Имеющего Более высокий Рейтинговый номер Первый и третий Снегоход Выступает на Арктиккетах А вот только В лидерах Мы их не видим Лидирует Одиннадцатый Снегоход России Дмитрий Скляров Евгений Мартиченко И, возможно, Денис Рязанцев 188 Опять же, не все этапы пройдены Поэтому и рейтинговый номер Такой 188 Но мы-то видим Как великолепно стартуют Ярославцы Яков Карпман Денис Рязанцев Артем Пехтерев Желаем удачи Потому что среди вас Есть кировчане Итак, внимание Зрители Это крайний Финальный заезд Третий заезд Класс Взрослые И Мартиченко Вырвался вперед Уже здесь 959 У него на хвосте Сейчас будет что-то делать Со всеми остальными Дмитрий Скляров Как-то растолкать Эту группу товарищей Дмитрий Скляров И Меня больше всего Интересует Судьба Якова Карпмана Восьмой Стартовый номер В этом заезде Знайдюк Идет на второй позиции Карпман Он третьим был В прошлом заезде На старте Восьмерочка Все сложнее Сейчас управлять Снегоходом По этой разбитой трассе Все-таки плюсовая температура Дает о себе знать Хотя снег не тает Но он становится мягким И начинает Сейчас догонять Знайдюк Александр На вторую позицию Прессингует Три-четыре-пять метров Он сейчас отделяет Первого и второго лидера И аутсайдера Идущего следом за ним Александр Знайдюк А лидирует Мартиченко Евгений Хорошо стартовал Мастер спорта Тюменская область Город Тюмень Закономерно у лидера Показывать класс Надо здесь и сейчас Александр Знайдюк Вторая позиция Далее Алексей Попов Денис Рязанцев На четвертой позиции В общем Яков Карпман Не был замечен В этой Группе товарищей Яков Карпман На шестой позиции К сожалению Только шестой В предыдущем заезде Он был третьим Время прохождения Круга 1.36 Неплохо Минута 36 Для профессионалов Класс взрослый Лучший вариант В первом заезде Отмечу Была минута 32 То есть Всего 4 секунды Отличие первого От третьего заезда Возможно Это все-таки Благодаря Трассе Мы имеем Замедление На 4 секунды 4 секунды На полутора километрах Дистанции Юниоры у нас Накатали 10 кругов В предыдущем заезде Посмотрим При таком времени Прохождении круга Возможно Профи Класс взрослый Накатает Больше кругов Евгений Мартиченко Александр Знайдюк В борьбе Сейчас обходит Дмитрий Скляров 11-й стартовый номер Да, обошел Алексей Попова В борьбе Дмитрий Скляров Начинает Восхождение На вторую позицию Не будем загадывать Потому что у Мартиченко Евгения Это Момент истины Потому что он В предыдущих заездах Не имеет пока Безоговорочно Первого места У него есть и первая И вторая позиция Поэтому Смотрим Для него Нужно держаться Чтоб победить Евгений Мартиченко Александр Знайдюк Сможет ли удержаться Знайдюк Сможет ли Сделать Невозможное Или возможное Только для себя Самого Рязанцев Денис Из Ярославля Ну или Наши гости Из Нового Рингоя Закрепится В этой группе Безоговорочно Валерий Хоменко Дмитрий Скляров Смотришь на них И просто По-взрослому Переживаешь Действительно Страшные скорости И Очень опасная Трасса Сейчас В третьем Заезде Все менее Управляемые Снегоходы Все более Опасные Вылеты Возможно Сейчас Трассы При приземлении И при прохождении Виража Снова По лидеру Давайте мы Поприветствуем Евгения Мартиченко Уважаемый зритель Давайте похлопаем Лидеру Он достоин того 959 Стартовый номер Евгений Мартиченко Тюмень По-прежнему Александр Знадьев Держится И Да Скляров Дмитрий Скляров Так специально Перед судейской Будкой Обходит Перемещаясь На вторую позицию Александр Знадюк Решил Не рисковать Лишний раз Не рисковать А вперед пропускать Тем более Что Оба представителя Спортивно-технического клуба Ямбург И тому и другому Не нужно Создавать Аварийную ситуацию И лучше Пропустить Соратника По команде Вперед Если Скляров Идет на Вторую позицию Ему нужно Сейчас Попробовать Догнать Если он Занимает Первое место То Возможно Он станет Согласно регламенту Преимущество Победы В последнем Заезде Оно Больше Чем Победы В первом Или втором Заезде Сейчас Скляров У нас Побеждает То Возможно Он побеждает В этапе Но не будем Загадывать Потому что В снегоходном кроссе Загадывать Это неблагодарное Дело Лучше Докатывать Не загадывать А докатывать Этот Финальный Заезд Восемь с половиной Минут Восемь сорок восемь Милости просим Сергей Романенко На новом Арктикэте Раскатывает Трассу Я бы сказал Даже шлифует Ее Евгений Мартиченко 959 Показывает Время на круге Очередную Минуту 36 Стабильно И Дмитрий Скляров Минуту 36 Но быстрее На 0,03 Секунды Дмитрий Скляров Едет Быстрее Чем Мартиченко На 0,03 На 0,03 Секунды Это Говорит о том Что Он Прибавляет Каждым Новым Прогом Он Решил Прибавить Чтобы Догнать Мартиченко Евгений Мартиченко Едет Чуть Медленнее Но Лидеру Нет смысла Сейчас Рисковать Зачем Чтобы Не дай бог Не было Схода Чтобы Не разложиться Как говорят Снегоходчики Где-нибудь В повороте Нужно Ехать Стабильно Риск Риск Благородное Дело Но Не для Лидера Тем более Что Лидер Он Имеет Еще Несколько Два Десятка Метров Имеет До следующего За ним Пока Нет смысла Рисковать Евгений Мартиченко 959 Стартовый Номер Но Скляров Дмитрий Мы видим Сейчас Снова Увидим По времени Прохождения Круга Буквально Через Полминуты Мы увидим Время Прохождения Четвертого Круга В этом Заезде Дмитрий Скляров Не сдается На Три Десятой Секунды У него Быстрее Результат Вот Мартиченко Минута 35 А вот Скляров Минута 34 Вот вам Результат Прохождения Круга Скляров На Секунду Быстрее Проходит Круг Значит Снова Он Прибавляет Так же Как В общем И Лидер Прибавил Минута 35 Минута 34 Но Скляров Дима Скляров Скляров Из СТК Ямбург Из Нового Лиргоя На Секунду Быстрее Идет Этот Круг Время Говорит Говорит О том Что Сокращается Дистанция Между Лидером И Идущим На Серебряные Позиции Тот Сражается За килограмм Бронзы В общем-то Пока что Без Изменений Стабильно Закрепился Денис Рязанцев На третьей Позиции До него Это Почетно И Красиво Тем более Что На третьей Строчке Он Должен Принести Своей Команды Заветные Очки В классе Взрослый Денис Рязанцев На Предыдущем На первом Этапе В Альметьевске Был только Четвертым Поступив Евгению Смолину На Арктикете Вот Сегодня Арктикеты Как-то Не едут Можно Спросить Потом В техническом Парке Что Случилось У Зеленых Машин Арктикет Явно Что-то Не едет Сегодня Все Наверное Благодаря Тому Что Мы Наглядно Должны Видеть Преимущества Производителя Техники БРП От официального Дистрибьютора Формула 7 Наш генеральный Партнер И в этом Заезде Я В очередной Раз Отмечу Безоговорочное Лидерство Снегоходов Скидо И Линкс От официального Дистрибьютора Поставщика России По Снегоходному Кроссу Да Яков Карпман На старте Не смог быть Третьим И на Трассе Он уже Сейчас посмотрим Он пропал Из списка Поэтому Наверное Пятый Или Шестой Восьмой Стартовый Номер Яков Карпман Пока что Мы Пытаемся Найти Его Фамилию Ведомости Приглашенных На финальный Банкет Но не видим Да Пока что Нет В тройке Лидеров Арктикет В очередной Раз Заставляет Нас Волноваться За дорогую Технику Возможность Разбить Арктикет В Петропавловском Это Не каждый День Дается Ну и Снова По лидеру Мы сможем Увидеть Время Прохождения Круга Евгения Мартиченко Минута 36 И Минута 34 У Дмитрия Склярова Вот и Две Секунды Дима Скляров Прибавляет С каждым Новым Кругом В Трех С Половиной Минутах До Окончания Зачетного Времени Плюс Два Круга Будет Даваться Ему Две Секунды Он Нагоняет Хороший Нагоняет Для Мартиченко Человек Две Секунды Чеменская Область Особенно Ее Северная Часть Богата Не только Нефтью И газом Но и Талантами Технических Видах Зимнего Спорта В первую Очередь Это Конечно же Движение Снегоходчиков Snowmobile.ru Там Вы можете Узнавать Самые Полезные И Интересные Новости О том Где Как И что Но я Открою Секрет Что Уже Через Неделю Муравленко Тюменская Область Третий Этап Чемпионата России Пока Не расставил снег Нужно Торопиться Снегоходчики Те самые Люди Которые Стремятся Перелетовать Зиму И Перезимовать Лето Поэтому Они Все время Стараются Забраться Туда Где Остался Снежный Покров Поэтому На Тюменском Севере В 500 Километрах От Муравленко Пройдет Третий Этап А в Самом Муравленко 1-2 Апреля Когда Мы будем Грязь Месить У них Там По Свежему Выпавшему Снегу Мы Будем Ездить На Четвертом Финальном Этапе Чемпионата России Да По-прежнему Дмитрий Скляров Показал Еще Улучшил Свой результат И вышел На первую строчку Минута 35 А Евгений Морченко Минута 38 Три секунды Уже Три секунды А не две Как на прошлом Круге Дмитрий Скляров Сделал Обгон Не видели Где мы Но видеокамеры Справились с этим Потому что Вся трасса Простреливается Со всех сторон Сейчас Конечно же Евгений Морченко Попробует Сократить Разрыв Три секунды На круге А вот сейчас По результату Седьмого круга Две секунды На круге Даже одна Смотрите Дмитрий Скляров Прохождение Круга Минута 35 Евгений Морченко Прохождение Круга Минута 38 И что интересно Яков Карпман Прохождение Круга Минута 39 Вот она Тройка Лидеров Которые Показывают Лучшее Время На круге Но при этом Карпман На четвертой Позиции Потому что Денис Рязанцев Пока не дает Себя Обогнать Яков Карпман Переживаем Сейчас За нашего Уроженца На четвертой Позиции Едет Восьмой Стартовый Номер И если Сейчас Каким-то Образом Может быть Договорятся Между собой Друзья По команде СТК Атлант Пропустит Молодого И перспективного Опытный И бывалый Посмотрим Или Рязанцев Денис На третью Позицию Будет Всходить Или Пропустит Якова Карпмана На третью Строчку Пьедестал Хотя бы В заезде Для Якова Карпмана Это очень Важно Чисто Психологически Для его Правильного Настроя Ведь впереди Еще два этапа Чемпионата Придется ехать На север Тюменской области Дмитрий Скляров Евгений Мартиченко На трех Последних Кругах Наверное Это невозможно Но можно вообще потерять Если упасть Поэтому сейчас переживаем Сильно очень переживаем Все вместе И даже солнце выходит Чтобы посмотреть Финальный Третий заезд Третьей серии В классе Взрослые Суперспорт Впереди у нас Церемония награждения Фотосессия Автографы Обнимашки Ну и теперь Дмитрий Скляров Дмитрий Скляров Минута Тридцать пять Минута тридцать шесть У Мартиченко И Десять Пятнадцать метров Два круга Посмотрим на результат Прохождения круга Якова Картмана Дениса Рязанцева У них одинаковая сейчас Скорость на круге Это значит Или Яша прибавил Или Дениска Добавил Убавил Простите Минута сорок две Можно приветствовать Скоро Совсем уже скоро Да Вот Смотрим на Судью Когда он возьмет Цифру один А он уже Готовится Встрече лидера Дмитрий Скляров Сделавший этот заезд Золотым для себя Вырвавший победу Примерно Две трети Дистанции Лидировал Мартиченко Евгений И Дмитрий Скляров Каким-то чудом Кстати говоря Мы это чудо видели Ведь это было Произведено Прямо здесь Скляров Красиво сделал обгон В зрительской зоне Там где Вы можете его Поприветствовать Артем Пехтерев Тоже сейчас Красиво Очень прыгнул Скорость Конечно при этом Теряется При таком Высоком прыжке А вот наш Лидер Круг Сейчас дается По лидеру Дмитрий Скляров И Евгений Мартиченко Мартиченко Начинает Прессинговать На секунду Показывая На четыре десятых Секунды Показывая Лучшее время Прохождения Круга Евгений Мартиченко На четыре десятых Секунды Быстрее Прошел этот круг Для того Чтобы догнать Ему Дмитрия Склярова Нужно всего лишь Добавить Еще Хотя бы Секунду И продержаться В седле Оставшиеся Полкруга Дистанции Всего лишь Какие-то Всего лишь Полкруга Всего лишь Секунда А может быть Повезет Ну Повезет всем нам Если мы увидим Этот финал Давайте будем Приветствовать Аплодировать Победителю В этом заезде И значит Победителю Второго этапа Чемпионата России Проведенного В селе Петропавловском Прошли все Представители Первой десятки А вот Находящийся Во второй десятке На втором десятке Дмитрий Скляров Одиннадцатый Стартовый номер Затих Как-то лес И вот Искляров Дмитрий Скляров Победил Удержался В седле Евгений Мартиченко Хотя мы видели Как он прибавлял И время прохождения Круга Евгения На двух последних Кругах Было лучше Чем Время у Склярова Дмитрия На целую секунду На полторы секунды Он шел быстрее Но Дмитрий Скляров Захватив преимущество При Времени Круга У Мартиченко В итоге Лучшее время Прохождения Круга Минута 33 У Дмитрия Склярова Второе время Прохождения Круга Минута 34 Но Скляров Тактически Выиграл Хотя ехал Чуть медленней По времени Прохождения Круга Но Тактически Выиграл Вот такая Бывает Спортивная История Тот Кто едет Быстрее Может быть На второй Строчке Минута 33